Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Раббе, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркимедес Риверо, режиссер Маркос Реес Андраде. 114 серия Кого я вижу? Здравствуй. Здравствуй, да хранит тебя Господь. Возьмите. Это для кого? Это вам. Мне? Вот сейчас я действительно не знаю, что сказать. Это в честь чего? В честь того, что вы самая красивая из всех женщин. Я всегда восхищался вами. Вы мне нравитесь. Я в вас влюблен. Вот уж теперь точно с ума сошел. Отпусти меня. Ну-ка, пусти. Пусти, пусти. Я хочу вас о чем-то попросить. Ну, попроси. Вы согласны выйти за меня замуж? Кто я? Да ты что? Ты и вправду с ума сошел? Оставь это. Да и Рамиру где-то рядом бродят. Да я тебе в мамы гожусь. Мамочка, про это и речь идет. Мы с Артуром поженимся. И это решено окончательно. Мы женимся. Ну, а теперь я спрашиваю вас, донни Кунсуэлло. Вы согласны принять меня в качестве сына? Конечно. Конечно. О, замечательно. Артур, отпусти меня. Артур. Сейчас. Это... Это из-за Габриэллы? Нет. Это я сам по себе. Габриэллы больше нет, она не существует. Ты сам не веришь в то, что говоришь Рикардо? Нет. Во что я верю, значения не имеет. Я говорю, что есть на самом деле. Мы с Габи окончательно порвали. Она... Она теперь с Артуром. Да, она с ним. И ты... Поверил ей? Она сказала, что больше не хочет тебя видеть? Нет. Нет, нет, папа. Я... Я ей так сказал. Я послал ее к дьяволу. И ее, и... И Сару. Пусть они отправляются к черту. А я... Я вернусь к своему одиночеству. Он послал меня. Меня так и подмывает Эльвира. Ты видишь, как он со мной поступает? Да, да. И меня это беспокоит. Иногда я начинаю сомневаться в том, что Рикардо полностью нормален. Не беспокойся. Я с ним поговорю. Обязательно. Это ни к чему не приведет, Эльвира. Ты больше не можешь влиять на Рикардо. Когда ты, наконец, это поймешь. Он мой сын. Ему придется выслушать меня. С тех пор, как он познакомился с этой Габриэлой Грубер, он ходит как потерянный. Не нужно с ним поговорить. Нет, нет. Забудь об этом. Тебе сейчас не нужно выступать против Рикардо. Нужно, чтобы он был на твоей стороне из-за этого сумасбродного завещания Федерико. Оставь все как есть. Лучше я сама буду бороться за моего мужа. Да. И как же ты собираешься это делать, дорогая? Эльвира, я не так глупа, как ты думаешь. Я еще не начала драться. Когда я начну, я буду как Фурия. Ты и представить себе не можешь. Ну что ж, дети, пока ничего не остыло, идите сюда. Охота мне есть. Не хочу я ничего трескать. Ну как ты говоришь, охота трескать. Ты так ничего и не научился. Парень, так нельзя. Не дуйся, Диего. Ведь это же так некрасиво. Пойдем поедим. Я больше вообще ничего есть не буду. Привет, семейка. Артур, а ты вернулся. Вернулся. С этим маленьким зверьком одному не справиться. И хорошо, что ты вернулся. Ну что скажешь, комиссар, в чем дело? Я вернулся. Я вернулся. Потому что я обещал тебе это. Я тебе не верю. Эй, я серьезно говорю. Уже и дата назначена. Так что будет вам всем известно, что я... Я женюсь. Я женюсь на Габи. И в этот раз это абсолютно серьезно. Это правда? Совершенно. По-настоящему? Да. Как я вижу, твои дела пошли получше, индейец. Диего, теперь все уладится, правда? Я знал. Знал, что ты не подведешь меня, полицейский. Я знал это. Так, что у нас есть, поесть? Поесть, все на столе. Эй, идите. Идите все сюда. Мы должны привыкать быть вместе. Должны привыкать быть счастливыми. Как настоящая семья. Теперь я хочу есть. Ну, тогда садитесь. Я отнесу свои вещи в комнату. Вот такой теперь будет твоя жизнь, Рикардо. Постоянная выпивка. Нет, ты ошибаешься, папа. Не только выпивка, но и мои куколки. Да, мои куколки. А как же любовь, Рикардо? Ты хочешь выбросить? Выбросить любовь из своей жизни? Нет. Нет, папа. Я всегда буду любить любовь. Ту любовь, которая покупается с помощью чековой книжки, кредитки. Или наличными. Мне жаль тебя. Ты вызываешь во мне жалость. И горечь. Знаешь почему? Нет, папа. Скажи мне, почему. Может быть, алкогольное опьянение мешает мне проникнуть в глубины твоей замысловатой философии? Мне жаль тебя, сын, потому что ты сам себя жалеешь. Ты сам себя потакаешь. Ты бежишь, прячешься в мире сумасшедших фантазий. И этот мир, Рикардо, состоит из ночных видений. Ты бежишь от Габриэла, от любви ее, потому что не чувствуешь в себе силы быть с ней. Посмотри на себя со стороны, сын. Да как я могу сделать ее своей, если она постоянно меня отвергает? Как? Скажи мне, как? Как? Выбор Габи, не прощать тебя. Но ты сделал еще хуже. Ты выбираешь смерть. И тот, кто уходит от настоящей жизни, как ты собираешься это сделать, тот остается со смертью. Ты уверена, что поступаешь правильно, сестренка? Что с тобой, Марисоль? Ты рада или ты не рада? Не знаю. Впрочем, полагаю, что рада. Ведь ты же рада. Конечно. Разве по мне не видно, какая я довольная? Ну, не такая уж, чтобы можно было сказать, надо же, какая счастливая невеста. Тебя послушать так прямо помирать можно. Ну так вот, скажу тебе, мы с Артуру решили пожениться. Уже все решено. Больше того, мы прямо завтра пойдем оформлять все бумаги. Честно говоря, я хотела тебя попросить сходить со мной кое-что купить. То, что обычно в таких случаях покупают. Что с тобой? Ты меня все время слушала или нет? Ах, и ты здесь. Ну-ка. Давай прямо сейчас все выведем на чистую воду. Выкладывай. Что у тебя накопилось? Но смотри. Я выхожу замуж за Артуру. И говорю тебе об этом прямо в глаза. Так что выкладывай ты. Габи, я тебя поздравляю. Ты даже не представляешь себе, как я рада. Я счастлива за тебя. Желаю тебе огромного счастья. Тебе и Артуру, правда. Это замечательно. Я очень рада. Я так счастлива за вас. За тебя. Добрый день, Эва. А, сеньор Рикардо, как ваши дела? Здравствуйте. Вам помочь? Можешь помочь в чистке и вычеркивании. В чистке и вычеркивании? Я не понимаю. Через пять минут все разработки модели, сделанные Габи, должны быть в моем кабинете. То, что у них осталось. То, что в архиве. Помните? Да, помню. Я как раз только что велела Магале принести папку с последней коллекции, сделанной Габи. До того, как она ушла. Магале вот-вот принесет. Прекрасно. Когда она придет, скажите, что принесла мне все в кабинет. Я лично уничтожу каждый эскиз и сотру из памяти компьютера. Добрый день. Добрый день. Уничтожить эскизы? Что это ему взбрело в голову? Здравствуйте, сеньор Минарес. Это коллекция Габриэлы? Да? Да, одна часть. Думаю, остальная часть в ее кабинете. Прекрасно. Отнесите эту папку ко мне в кабинет и положите с другими эскизами. Я попозже зайду, сам все уничтожу. Уничтожит? Но почему? Они такие красивые. Не знаю, дорогая. Несмотря на всю мою ненависть к ней, нельзя отрицать, что у этой негодяйки есть талант. Правда, есть. Унесите все, все унесите. Да, да. Слышали, сеньору Сару? Уносите все. Все отсюда уносите. Как если бы здесь ураган прошел. Да, да, да. И это уберите. Ужасный телефон. Он мне совершенно не нравится. Спасибо. Смотреть на это невозможно. Сеньор, вот это захватите. Эта ваза ужасна. Что здесь происходит? Ничего, Магаля. Мы рубим на щепки упавшее дерево. А это что у тебя? Последняя работа Габриэла. Сеньор Линарес попросил меня нести их сюда, чтобы он мог потом их уничтожить сам лично. Он так прямо и сказал. Ну-ка отдай это мне. Я освобожу своего муженька от этой работы. Однажды они уже были уничтожены, но сам же Рикардо их восстановил. Я видела кое-какие из этих моделей. Они ужасные. Да, действительно. Иди работать. Я возьму эту гадость домой, сожгу там. Не хочу, чтобы дым закоптил стены Тропи Беллы. Я хочу стереть даже отражение Габриэлы в зеркалах. Везде. Везде. Ну, идите, идите. Как прикажете. Как я и говорила. О этой кретинке талант. Ну, несколько моих персональных штрихов. Этот карандаш не отточен. Эта коллекция станет событием сезона. Посмотрим, что мне здесь не нравится. Значит так. Нужно попросить Габи. Пусть придумает что-нибудь для меня. Хотя, это совсем не дурно. Как я выгляжу? Тебе нравится? Хорошо? Как я выгляжу? Как ты можешь еще выглядеть? Как королева. Послушай, я только не понимаю, зачем это ты так принаряжаешься? А мне нужно нанести один визит. И кажется, я опаздываю. Опаздываешь? Да, да. Сейчас только попудрюсь. Ну, вот и все. А где мои духи? Где они? Здесь их нет. Ты что, их спрятал? Зачем мне духи прятаться? Ты так готовишься, что я думаю, что не собираешься ли ты поймать кого-нибудь какого-то особого мужского пола. Куда ты идешь? Можно узнать? Тропебелло. Туда. Вот тебе на. А можно узнать, зачем ты туда идешь? Что от моделей там укомплектован, а вообще-то Груберов там не очень хорошо принимают, насколько я знаю. Я иду поговорить с Федерико, поблагодарить его за то, что он сделал для левши. Хорошо. Просто прекрасно. Нет ничего на свете лучше, чем чувство благодарности. И я последую твоему примеру. Я приоденусь и пойду вместе с тобой. Все-таки я как-никак левше что-то вроде от пса. Нет, нет, мой дорогой. Я пойду одна. А ты позаботься, чтобы левша никуда не сбежал. Потому что прямо сегодня мы поведем его к психиатру. Вот как. Пока, Рамиро. Ах, ты так поступаешь. Так придумала. Ты меня подводишь. Я этого не ожидал. Есть смысл поддерживать хорошие отношения с сеньором Федерико? А у него еще кое-что для меня осталось. Точно. Ну, Консуэла. Ты меня удивляешь. Я от тебя этого не ожидал. Добрый день. Вот это да. Какой неожиданный визит. Ты здесь. Да еще так рано. Ты что, ходишь и предлагаешь свои сыскные услуги? Нет, сеньор. Сегодня для меня начинается новая жизнь. Новая страница календаря. Для меня дуют новые ветры. Ветры перемен. Ты пугаешь меня, Артура. Я ведь тебя знаю и подозреваю, что ты что-то задумал. Все очень просто, дружище. Речь идет о том, что я перехожу в разряд мужчин, связанных браком. И даже в разряд счастливо женатых. Я женюсь. Я женюсь на Габриэле. Пришел мой черед получить мою долю счастья. Счастье. Похоже, ты пришел проститься, или я ошибаюсь? В этот раз ты попал в точку. Я схожу с дистанции, потому что наступило мое время быть счастливым. Исключительно мое время. Плохое время для меня кончилось. Кончилось. Если и раньше я был вне полиции, то теперь я для нее просто не существую. Я теперь не сотрудник полиции. Ни по внешнему виду, ни внутренней. Я счастливый теперь. Счастливый влюбленный. Эстер, ванна свободна. Видишь, какие у меня волосы? Эстер. Эстер, ванна свободна. Эстер, что это ты ревешь? Что случилось? Что с тобой, дорогая? Они женятся, Марисоль. Габи и Артуру женятся, ты понимаешь? А я должна притворяться, что мне все равно. Я должна улыбаться, чтобы они не заметили, как я на самом деле страдаю. Представляешь? Я не могу. Ну, успокойся, не расстраивайся. Я по твоему лицу ничего не заметила. Конечно. Потому что я не могу встать на пути у Габриэлы. Потому что я для него ничего не значу. И поэтому я должна, как клоун, делать веселое лицо, стискивая в то же время зубы. Никто не замечает, что я чувствую, Марисоль. Но внутри-то у меня все кипит. Эта тяжесть на душе слишком велика, и я уже не могу выдерживать такую ношу. Не могу. Ну, перестань, перестань. Все, я не буду вспоминать о Габи. Сотру в моей памяти все те модели, которые она там оставила. Все эти наброски счастья. Да, они были прекрасными. Привет, Рикардо. Как поживаешь? Приехала вчера и сразу же здесь. Пришла навестить тебя. Как я выгляжу? Что случилось? Что с тобой, дорогой? Ты плохо себя чувствуешь? Нет, у меня... Просто немного болит голова. Так все в порядке. Ничего серьезного. Садись, пожалуйста. Спасибо. Я слышал о твоих успехах за границей. Очень рад за тебя. Мне так нравится, что ты пригласил меня сесть. А можно вот сюда сяду? Да, это, как мне кажется, будет совсем неплохо. Невозможно, чтобы это мне не понравилось. Так у тебя голова болит? Да. Бедненький. Но я тебя сейчас вылечу. У меня есть средство. Да? Да, средство излечить тебя от головной боли. Ты хотела этого, Габи. Ты вернула меня в мой мир. Мир куколок. Ужас, ужас. Тропи Белла погружается в болото. Шеф невыносим. А уж эта женщина и говорить не приходится. Это его женушка. Это просто египетский фараон. А Сара там часто бывает? Не так часто. Но уж когда появляется, достается всем. Да ешь ты спокойнее. Тарелка от тебя не убежит. Понимаешь, это все моя беременность. Я ем за пятерых. Почему ты ничего не ешь? Тебе не нравится? Или ты тоже беременная? Кто? Я? Как тебе такое в голову могло прийти? Просто я не знаю, стоит тебе рассказывать или нет. Рассказывай. Не нужно тебе от меня ничего скрывать. Говори. Просто я так чувствую, что у тебя сразу аппетит пропадет. Сомневаюсь. Ну, хорошо. Я расскажу, но ты обещаешь, что есть ты не перестанешь. Так вот. Этот бедняжка Рикардо... Господи, что ты с ним сделала? Он сегодня утром как с ума сошел. Представляешь, он мне приказал собрать все, что имеет к тебе отношение. Было похоже, как будто он хочет тебя стереть с лица земли. Ну, все, 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 что хоть как-нибудь связано с тобой, вон. Вот видишь, у тебя все-таки пропал аппетит. Я же говорила. Господи, какая же я глупая. Он очень глупая. Как ты сказала? Что сделал Рикардо в трупе Беллы? Ну, ты ешь, ешь, да и дай. Кто меня за язык тянул? Что стало с моими эскизами? Что он сделал с моими набросками? Ой, как это вкусно. Ешь, это же ужасно вкусно. Ну, хорошо, хорошо. Расскажу все до конца. Он приказал все выкинуть. Стереть из памяти компьютера. Видишь, как это на тебя подействовало? Видишь? На кого? На меня? Нет. По-моему, так он может их съесть, если ему так хочется. Мне все равно. Тем более сейчас. Кстати говоря, я знаешь, зачем тебя позвала? Я тебя пригласила, чтобы сообщить тебе, что я выхожу замуж. Мне все равно, что делает Рикардо Линарес. Я выхожу замуж. Как замуж? Да, ты правильно расслышала. Я выхожу замуж за Артура. Что скажешь? Теперь у меня аппетит пропал. Вот что. Нет, Эстрель, я не здесь. Пожалуйста. Почему? У тебя больше не болит голова? Нет, нет. Не в этом дело. Не в этом. Нет. А в чем же, Рикардо? Ты же не хочешь заставить меня поверить в том, что я теряю свое обаяние? Нет. Или я не настолько хороша для тебя, чтобы избавить тебя от легкой головной боли? Да, да. То есть нет, но ты хороша, как и прежде. С тобой я чувствую себя Адамом, сидящим под ветвями яблони, усыпанной обжигающими плодами. Да, да. Я Адам с тобой. Так докажи, что ты говоришь правду. Да. Покажи мне, что это дерево дает тень. Ну что, приятель, я жду тебя на свадьбе. А как же? Поздравления, подарки. В галстуки приходите. Конечно. Нет, нет, не обращайте на меня внимания. Продолжайте в том же духе. Между нами мир. Со всем, что полагается. С белыми голубями. Мир, только мир. Что это с тобой? Почему такой тон? Я самый счастливый человек на земле. Потому что я женюсь. Я женюсь на женщине, которую люблю. Она моя единственная любовь. Так что и вы будьте счастливы. Все, мир. Мир. Что скажешь, Линда? Свадьба с Фатой, со всем, с чем полагается. С Габриэлой Грубер. Ну а сколько времени? Ой. Пока, пока. Привет, как дела? Все в порядке? Это ты? Щоба это. Какое испытание ждет демократия на этот раз? Сегодня ничего плохого для тебя не будет. Я поговорить с тобой пришла. Подожди, послушай меня. Я хочу у тебя попросить прощения. Извини меня. Пожалуйста. Что? Извини, повтори. Я пришла просить прощения. Ты что, оглох? Да что ты сказала? Я пришла просить прощения у тебя. Ты что, меня не слышишь? Ты глухой? Да не только я тебя услышал. Все вокруг тебя услышали. Ну подожди, пожалуйста. Не убегай. Я еще не закончила. Я с тобой поговорить хочу. Подожди. Дело в том, что я... Я хочу и дальше дружить с тобой. Понимаешь? Чтобы ты и я... Ну, понимаешь? Чтобы мы с тобой... Ну... Ты понимаешь или нет? Ну, понимаю. Я не понимаю. Ты понимаешь? Нет, нет. В чем дело? Ты меня не понимаешь? Я больше не хочу с тобой говорить. Не хочу неприятностей. Больше не буду тебя дразнить. Ну, в общем... Я хочу, чтобы у нас с тобой... Ну, фильм дальше крутился. О! Чтобы фильм продолжался? А зачем? Мы с тобой дальше титров все равно не заходим. Что там говорить? Даже до титров не доходим. Даже дальше этого... Ну, понимаешь, мы ведь можем попробовать. И тогда у фильма будет продолжение. Я как раз для этого так и оделась. Как бы немного не в свое. Что с тобой? Так мы продолжим снимать фильм, если ты согласен? Давай. Эстер, ну ты же знаешь, что я согласен. Ты ведь хорошо знаешь, что нравишься мне. И ты этим пользуешься. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что это за бумага? Нет, Аурелю, я не побеждена. Я знаю Рикардо до миллиметра, знаю, какой он снаружи и какой внутри. Где ты уже слышал? Аурелю, оставь свою иронию. Как видишь, я пока не особенно вмешиваюсь, как совладелица в дела Тропи Беллы. Но через несколько дней ты увидишь, какие изменения произойдут здесь. Никто даже не вспомнит, что это был кабинет Габриэллы. И тем не менее, еще чувствуется натуральный аромат Габриэллы. В таком случае я потрачу деньги на море духов, чтобы извести этот запах. И если понадобится, я стены разрушу. Я не сомневаюсь, Сара. А теперь давай пересмотрим стратегию действий. Есть кое-какие идеи, которые могут тебе помочь. Это в прошлом, Аурелио. Потому что твоя растущая слабость по отношению к Габриэле заставляет меня вырабатывать мою собственную стратегию. Без тебя. Без меня. А как тебе это удастся? С помощью ума. Вот здесь у меня четко спланированная стратегия. Все, как я должна поступить с Рикардо и Габриэллой. Вот за этим я и пришла, Федерико. Поблагодарить тебя за то, что мальчика отпустили на свободу. Консуэлло. Я все еще в долгу перед тобой. Я всегда буду перед тобой в долгу. Потому что поступил не так, как должен был. Тогда. Давай не будем об этом, Федерико. Давай будем считать, что... Теперь мы квиты. Согласен? Подожди, Консуэлло. Подожди. Мы не могли бы пообедать где-нибудь... Вместе. А? Нет, 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 я не могу. Нет. Мы с тобой никогда не сможем сидеть за одним столом. Потому что чувство голода между нами давно исчезло. Нет, подожди. Я хотел бы этого ради нас самих. Я хотел бы поговорить о Габриэле. О Габриэле, понимаешь, как? Как она сейчас? У нее все хорошо. Она готовится к свадьбе с Артуру. Что? Да. Папа, извините, я помешал. Вы о Габриэле говорили? Что с Габриэлой? Что с ней? Послушай, Рикардо, я не хочу быть грубой. Но мне кажется, что жизнь моей дочери тебя не должна волновать. Согласен? Извините. Подожди, Консуэлло, прошу тебя. Что? Мы могли бы встретиться еще раз. Я знаю, ты решила сводить левшу к психиатру. Это стоит денег. Я бы хотел тебе помочь. Позволь мне это сделать, пожалуйста. Нет, 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 не беспокойся, благодарю. Мы с мужем можем и сами пойти на эти расходы. Прощай, Рикардо. Забери Федерику. Нет, нет, спасибо. И даже не спорь со мной, пока. Консуэлло, подожди. Консуэлло, я прошу тебя. Папа, а можно узнать, о чем вы с Консуэлло говорили? Да, ты должен это знать. И лучше, если ты сядешь. Потому что, когда ты это услышишь, ты сразу упадешь. С высоты своего идиотизма. Сядь. Признаюсь честно, я поражен тем, как ты решительно и независимо приняла на себя роль совладелицы Труппи Беллы. Но пусть только это тебе в голову не ударяет. Не забывай о том, что ты мне сейчас сказала. Не забывай. Ведь Рикардо опять попросил тебя удалиться из его жизни. Он глубоко ошибается. Если думает, что я дам ему свободу вот так запросто. Нет. Если он говорит мне, уходи, я не хочу, чтобы ты была со мной, я не буду смиренно соглашаться. Конечно, любимый, как скажешь. Нет. На этот раз нет. Браво. Браво, Сара. Вот то, что я называю направленным психоанализом. Конечно, такая психотерапия всегда включает в себя риск получить в результате шок. Ты ошибаешься, Ауреллио. Я гораздо проницательнее, чем ты думаешь. Мои цели будут неизменны, но я буду мягкой и понятливой со своим мужем. Это то, что я называю бархатной дубинкой. Узнаю свою Сару. А я-то подумал, что ты собираешься открыть свое дело и составить мне конкуренцию. Мне, которому ты стольким обязана. Нет. Нет, тебе вовсе не обязательно мне об этом напоминать. Неужели ты думаешь, я могу быть неблагодарна моему учителю? Извините. Здравствуйте, Ауреллио. Добрый день. Кого я вижу? Кого я вижу? Сверкающая звезда Астрелия. Комета. Ты отдалилась от нашего агентства. Ауреллио, ты же знаешь, какая это профессия. Лондон, Париж, Испания. В общем, дела мои везде шли прекрасно, но вот я вернулась. Да, кстати, Рикардо с ума сошел от радости, когда меня увидел. Рикардо? А почему это мой муж так обрадовался? Ах ты, Сара. Так ты сейчас поймешь, почему, сеньора. Ильяна, как ты? Здравствуй. Хорошо, что ты пришел, Рауль. Я ждала тебя. Я приехал, как только смог. Меня очень удивил твой звонок. Что это такое важное, что касается нас обоих? Ты не понимаешь, Рауль? Как бы ты или я не хотели порвать наши отношения, мы не можем. Нас не двое, нас трое. У нас будет ребенок. Ребенок, любимый мой. Ты уверен, что именно этот фильм ты хотел посмотреть? Конечно. Но, не знаю. Эстер, мне кажется, немного рановато. А ну и к лучшему. К лучшему? Тебя правда так кажется? А почему к лучшему? Ты что, не понимаешь? Или будешь прикидываться дурачком? Ты слишком торопишься, Эстер. Может быть, конечно, и так. Это потому, что нужно наверстать все то время, которое мы уже потеряли. Ты не шути, так, Эстер. Я не мальчик, чтобы со мной в такие игры играли. А кто тебе сказал, что я играю? Ты ничего о мужчинах не знаешь, Эстер. Так научи меня. Научи всему, что я должна знать. Только не тяни, понимаешь? Но, Эстер, что, прямо здесь? Сюда столько народу приедет. Ты что? Эстер, ну так нельзя. Послушай, полицейский, решайся. Мне все равно, где угодно. Решайся, наконец. Ты точно этого хочешь? Да, 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 только решайся. Поехали. 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 Миранда, ты меня не ждала? Я не понимаю, да мне это неинтересно, почему на тебя этот отвратительный тип так подействовал? Я люблю его, бэйби, понимаешь? Люблю. Не лишай меня того, что меня притягивает к тебе. Ради нас самих. Вопреки всему, я уважаю тебя. Не лишай меня и этого, Миранда. Я люблю его. Ты не знаешь, что это значит. Я всегда любила его, всегда. Шарики! Шарики! Воздушные шарики! Покупайте воздушные шарики! Кому воздушные шарики? Подходите! Воздушные шарики! Дай мне все. Все? Все? Да, все, все. Этого хватит? Сколько же у вас детей? Около тысячи. Но будет еще столько же. Я сдачу вам еще не дал. Оставь себе. Спасибо, синьор, спасибо. Я хочу, чтобы сегодня мое счастье летело ввысь. Мое платье будет простым, но очень элегантным. Очень. А я всегда мечтала о таком платье, чтобы оно было все в жемчужинках, как у королевы. А чтобы сзади оно застегивалось на множество пуговок. Понимаешь, чтобы их долго расстегивать? Не понимаю, зачем надо долго расстегивать? Мамочка! А это что за коробка? Я долго ее искала. Это тебе. Мне? Мне. Я тебе помогу открыть. Мама, ведь это же... Да. Так как я не смогла им воспользоваться, я хочу, чтобы ты это надела. Чтобы ты постаралась достичь счастья. Не ты, не я. Не надели его на свадьбу с ним, с настоящим, но... Может быть, тебе повезет больше. Мамочка, спасибо. Пожалуйста, папа, не ходи вокруг да около. Ты говоришь общие слова, что Габриэлло вот-вот сделает какой-то неверный шаг. Это не общие слова Рикардо. Я хотел проверить, а вдруг твое решение вернуться к прежнему образу жизни, к твоим куколкам, в твой мир пустых любовных приключений. Изменилось? Вдруг? Нет, папа, ты же знаешь, у меня в кабинете Эстрелли. Ну, что ты скажешь? А, вот так. Значит, Эстреллия у тебя в кабинете, да? Да, да. Ты небо в алмазах увидишь, когда узнаешь, что собирается сделать Габи, и все по твоей вине. Ну, давай, давай, скажи мне. От Габи я больше никаких сюрпризов не жду. Не жду. Ты слушай, упрямец. Габи, моя дочь, женщина, которую ты любишь до безумия, выходит замуж. Она выходит замуж за Артура Гонсалеса. Она выходит замуж, понимаешь? Она выходит замуж за полицейского. 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 Она выходит замуж за полицейского.